В юбилейном театральном сезоне в афише Ульяновского театра «Кукол» каждый месяц стали появляться спектакли с тифлокомментированием. Теперь слабовидящие и незрячие зрители могут прикоснуться к театральному искусству благодаря поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», который 10 лет и реализует программу «Особый взгляд» и тифлокомментатору Таисе Марченко. Её невероятная энергия и высочайший профессионализм помогают изменить реальность незрячих и слабовидящих зрителей. Таиса живёт в Самаре и приезжает к нам специально в дни, когда идут спектакли с тифлокомментированием. Мы познакомились с ней в один из таких её приездов. Здесь, в стенах Ульяновского театра «Кукол», который так радушно принял меня в свою дружную команду, мы с сентября 2023 года реализуем проект по организации тифлокомментирования спектаклей. Тифлокомментатор – это проводник незрячих и слабовидящих людей в мир искусства. Будь то театр, цирк, кино, музеи, выставки, фотографии. Тифлокомментатор может описать лаконично, ёмко, красочно всё, что недоступно визуально незрячим и слабовидящим человеку. А какие основные задачи тифлокомментатора, чтобы не навредить и помочь незрячим посмотреть спектакль? – Верно. Мы лишь часть их, будь то экскурсии или похода в театр. То есть наша самая главная задача – это очень гармонично влиться в их просмотр, не важно чего. Мы их кротко берём за руку и ведём по действу, по его развитию. Мы описываем сцену героев, как они перевоплощаются, как меняются декорации, как меняется освещение сцены. То есть мы нежно берём их за руку и ведём по спектаклю. – Я так понимаю, вы комментируете, когда актёры молчат? – Всё верно. Тифлокомментатор – это не просто наше желание, это правило тифлокомментатора. То, что мы не можем налезать на фразы актёров, на фразы героев. Они слышат наш тифлокомментарий в паузах между репликами актёров. – А где учат тифлокомментаторов? В Ульяновске вроде бы нет такой школы. – Нет, в Ульяновске такой школы нет. Может быть, пока нет. В Москве, в институте «Реакомп» – это аббревиатура от слов «Реабилитация и компьютер», который был создан и возглавляет Сергеем Николаевичем Ваншиным, проводится учебная программа для будущих тифлокомментаторов, где как раз и набираются люди очень сочувствующие, знающие, которые хотят реализовать себя в социальной сфере, но при этом обладающие необходимыми навыками для того, чтобы стать тифлокомментаторами. Поступающий проходит отбор, потому что тифлокомментатору важно иметь красивую, грамотную речь, быструю реакцию. Он должен иметь очень хороший словарный запас. Он должен влиться очень ёмко, красочно описать то, что происходит, потому что не всегда тифлокомментарий бывает заранее подготовленный, например, как спектаклем. Бывают такие ситуации, когда тифлокомментатор проводит так называемое горячее тифлокомментирование. То есть здесь и сейчас он с тобой, он объясняет, что происходит. И здесь очень важно уметь подобрать то самое верное слово, которое очень ёмко опишет то, что не видит наш зритель. Вы сказали, что обучались в этом институте. Это институт реакции. Он создан для того, чтобы помочь социализироваться незрячим слабовидящим. Основные его ученики — это незрячие слабовидящие. Они там обучаются компьютеру, другую грамотность, которая им позволяет найти в будущем работу. И вот как одно из направлений деятельности — это обучение тифлокомментаторов. Набираются группы, приглашаются обучающиеся всей страны. И она становится больше и больше, и покрывается больше регионов, городов, где эта услуга становится доступна для незрячих слабовидящих. А как давно Вы учились в этом институте? Большой у Вас опыт вообще? Я закончила обучение в феврале 2019 года. И с того самого месяца, когда я осознала в процессе обучения, что для меня интересней и лучшей работы не существует на свете, я предана этому делу, я занимаюсь только тифлокомментированием. Мне посчастливилось работать в разных городах России. И в Калининграде, и в Новосибирске, и в Москве, и в моей родной Самаре, и в Тольятти, и с этого года в Сызрани и Ульяновске. Мне довелось комментировать и спектакли, и кино, и выставки, и музейные экспозиции. И это большая радость. Эта профессия позволяет образовываться специалисту. У нас настолько становится широким кругозор. Вот даже окунувшись в мир Ульяновского театра кукол, на текущий момент мы адаптировали пока лишь три постановки. Но, прошу, заметьте, какие они. Вот сегодня у нас будет постановка «Журавленные перья». Чтобы приготовить к ней тифлокомментатору, нужно погрузиться в культуру Японии, познать разные её аспекты. Это так удивительно, потому что это новый мир, который для себя сам незнакомый. Чтобы познакомить с ним людей с нарушениями зрения, ты сам должен в нём окунуться, ты сам должен в нём разбираться, ты должен изучить название одежды, какого-то такого японского колорита. То есть это совершенно потрясающе. Был у нас спектакль для детей волк, коза и козлята. Вроде бы детская тема. А нет. Ведь ты тоже с героями проходишь по лесу и погружаешься. Тоже это совершенно иной мир, который не столь привычен тебе в обычной жизни. Занимаясь профессиональными делами, ты не будешь изучать козлят, козочек, волков и капусту. Правда. А когда ты понимаешь, насколько это может быть интересным, сочным, красочным, это очень здорово. Когда ты можешь очень красочно описать капусту. И ты этому учишься. И третья поставка, которая у нас была, это «Профидота стрельца удалову молодца». Совершенно другое время. Культура. Ну, то есть я считаю, что психологомендатор – это путешественник по времени и пространству. Я получаю от этого огромное удовольствие. Сколько познаний приходит в мою жизнь благодаря этой профессии. А вот что легче комментировать – кино или спектакль, или выставку? Скажу так. Легче идет подготовка. Подготовка к чему бы то ни было идет очень скрупулезная, очень направленная, очень внимательная. Почему у театра определенная специфика? Потому что спектакль – это живой организм. Одну и ту же постановку могут играть разные труппы. Встречается такое, что театр, спектакль живет своей жизнью, модернизируется. Сегодня ты можешь увидеть одну постановку, через пару месяцев перед тобой может пристать нечто иное. И ты все это принимаешь уже сидя здесь перед экраном телевизора. То есть театра настолько включен в работу, это придает некоторую сложность. Потому что актеры даже во время одной постановки имеют возможность уйти со сцены, отдохнуть и вернуться. У театра такой возможности нет. Он все время на чеку, он все время следит, он очень удивляется, иногда изумляется. Причем он делает это незаметно. Это тоже искусство, чтобы ни в коем случае не зря еще не понял, что сейчас ты совершенно в шоке. И не знаешь, что происходит. Но это очень интересно. То есть ты сюда приходишь совершенно с новыми эмоциями. Это класс. Спектакль, фильм, он статичен. Ты написал тифлокомментарий, ты его зачитал как диктор. Он, знаете, как ребеночек, который готов и отправлен в путь. А не. А со спектаклем ты его одеваешь, потом ведешь за ручку, потом переодеваешь, растешь вместе с ним. Это удивительно. В этом плане тифлокомментарии к спектаклю проводить гораздо сложнее, нежели к фильму. Вы считали, сколько у вас уже за плечами спектаклей, фильмов? Да, я считала. Я подготовила тифлокомментарии к 14 фильмам и уже к 32 спектаклям. Здорово. А вообще фильмы там какие, может, известные? Один из известных фильмов, наиболее известный, это фильм «Текст». Было тоже очень интересно над ним работать. Это большая удача. Точнее, для меня это было большой удачей. Зачастую мне приходилось готовить тифлокомментарии к фильмам, не столь известным. В прокате, но которым тоже необходимо было создать тифлокомментарии, потому что у них была финансовая поддержка Министерства культуры Российской Федерации. А у нас условия, что каждый фильм, который имеет поддержку Министерства культуры Российской Федерации, должен быть обеспечен тифлокомментариями. Поэтому в моей копилке на текущий момент больше спектаклей, которые я могу с радостью поделиться, о которых рассказать с гордостью, счастьем, что я была причастна к этой работе. У тифлокомментаторов ведь мало, да? Вообще в стране мало. Сколько их вообще? Я не могу сказать, сколько их точно. Я лишь знаю, что их число из года в год увеличивается. Но вы знаете, нельзя говорить, что вот было выпущено, например, 40 специалистов, и у нас появилось 40 тифлокомментаторов. Это не так. Лишь небольшая часть зачастую из групп отучившихся понимает, что они хотят посвятить этой профессии свою жизнь. Мне многие понимают, что они годятся для этой профессии. Много разных обстоятельств, которые либо дают тифлокомментатору заниматься его деятельностью, либо нет. Я часто слышу, что я помогаю, я помогаю, я помогаю. Да, в чем-то я помогаю. Но то, как они помогают мне, это разница колоссальная. Это они мне помогают увидеть мир, познать его. Они мне в сто крат дарят больше радости, чем, как они говорят, я дарю им. Потому что, вот вы только представляете, какой это взаимообмен. Вот сегодня к нам мы ждем 28 человек из всероссийского общества слепых. Взрослых и детей, подростков, с родителями, с другими родственниками. И вот ты вроде бы одна помогаешь этим 28 людям что-то узреть, принести им радость. А потом после спектакля 28 человек. Тебя говорят спасибо. Спасибо. Это несоразмерно той радостью, которой они питают меня. Они дают мне силы и понимание, что только вперед. Только когда мы дарим что-то другим, мы в сто крат получаем еще больше любви и благодарности взамен. Спасибо огромное.